МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Человек, который дает тебе надежду жить. Если, не дай бог, тебе трудно, все считают долгом, чтобы идти к нему, и чтобы он обласкал, чтобы как-то дать надежду. Человек, который светится, понимаете, от которого идет какое-то добро и какая-то надежда. Человек, которому только можешь верить. Самое главное то, что он сделал для нашего государства, это самый такой поступок, знаете, не только патриарх, а и человека. Потому что в этом патриархе есть большой человек. И он спас православие в нашем государстве. И когда тебе хорошо, и когда тебе плохо, он всегда как-то рядом и скажет два слова, и уже для тебя это очень многое значит. Это огромная сила. И слава богу, что у нас есть такой человек в Грузии, иначе бы, наверное, мы бы давно погибли. Он является таким, для народа, таким библейским патриархом. Как Моисей, например, который выводил свой народ из египетского плена. Когда-то давно моему отцу приснился сон. Как будто мы с ним стоим в толпе людей, на том месте, где сливаются реки с Носцкали и терек. И люди кричат, второе пришествие, второе пришествие. Вдруг толпа расступается, и появляется Христос. Он подходит прямо к нам и говорит мне, маленькому Ираклию, ты должен приобщить свой народ к христианству. 1957 год. Студент Московской Духовной Академии Ираклий Кудушаури Шаалашвили, будущий католикос, патриарх всей Агрузии, проводит экскурсию по Троице-Сергиевой Лавре для участников Всемирного фестиваля молодежи. И случайно попадает в кадр кинохроники. В том же году он примет постриг. А получив академический диплом, навсегда вернется на родину, где монахов к тому времени почти не останется. В то время в Грузии был только один монастырь женский. Там были монахини, но все пожилые. И во время этого коммунистического периода всех или убили, или переселили. Ровно через 20 лет, в 1977 году, среди кандидатов на грузинский патриарший престол, митрополит Илья окажется самым молодым и самым достойным. В 44 года он встанет во главе Грузинской Православной Церкви. Когда стало ясно, что патриархом будет молодой митрополит Илья, на интернизацию устремилось невообразимое количество людей. Милиция перекрыла все дороги, но люди все равно шли в Мацхету. Все словно почувствовали, что в грузинской церкви открывается второе дыхание. Новый патриарх и правда сразу же широко распахивает церковные врата. Он проводит молебны с чтением стихов, устраивает встречи и беседы и с верующими, и с неверующими. Все к нему шли, и это было как кислород, наверное, в то время. Для людей это было очень важно. Каждый день Святейший что-то придумывал. По понедельникам у него был молебен, по вторникам. По средам мы как-то ходили в разные храмы. По четвергам это было как-то изучение священного писания. Ну, субботу, воскресенье и так была какая-то служба. А по пятницам мы просто не находили себе места. Это настолько, как-то он нас все время что-то требовал, от нас что-то делал, активную ночью работал. Посылал ухаживать за больными, за немощными. И очень часто с нами встречался так. Патриарх Илья зовет советских юношей и девушек в церкви и монастыри. Из того самого первого призыва матушка Теодора, настоятельница Бадбийской обители, самого большого женского монастыря в Грузии. Один раз он нас позвал, мы были прихожане Сионского собора, и он где-то нас, 20 человек, позвал к себе, раздал нам четки и сказал, как нужно молиться на четках. А потом сказал, вы сейчас начните думать о монашестве. И он как-то так сказал, что вот эти четки я вам сейчас раздам, а если кто-то соберется замуж, пусть мне вернется эти четки. И мы когда шли домой, знаете, я вообще не могла ни минуты заснуть, так очень все так подействовало это все на меня. И потом фактически это решение уже принято было. Из этих 20 человек половина решилась. Благодаря популярности патриарха церкви наполняются по всей Грузии. Патриарху не могли прикоснуться. Они хотели этого делать и создавали разные препятствия. Много, очень много были против него. Тайные такие проекты были, чтобы или дискредитировать его, или доклевитали его. Но никак его не смогли духовно победить. Он все это выдержал, все вынес. Тбилиси. 9 апреля 1989 года. На главной площади города собрались около 10 тысяч человек и потребовали выхода Грузии из состава СССР. На подавление восстания в Тбилиси были переброшены два полка советской армии. Когда силовая развязка стала неизбежной, на ступенях дома правительства появился Кателикос, патриарх всея Грузии. Он умолял своих чад не проливать кровь напрасно. Но его не услышали. Кателикос, патриарх всея Грузии. Кателикос, патриарх всея Грузии. Чад не было. Когда началось вот это наступление войск, я остался один. Но сразу молодые люди, совершенно незнакомые мне, они сделали кольцо такое вокруг меня. Я как-то не понял, и они как бы загораживали меня. Но потом я понял, что это с целью охраны. Девяностые, первые свободные годы Грузии были голодными и холодными. Но именно в эти самые тяжелые для страны времена патриарх Илья начинает строительство нового, грандиозного храма Святой Троицы. Он станет третьим в Европе по величине. Он сказал, что мы этой церковью должны встречать второе пришествие. Я подумала, что второго пришествия не будет, потому что тогда невозможно было, чтобы эта церковь построилась. Ну вот, построилась. У художественно одаренного народа и предстоятель церкви творческая натура. Его креативные идеи и своеобразные флешмобы с радостью подхватывает вся страна. То с подачи патриарха грузины все вместе по семь раз в день возносят молитвы к Богу, как царь Давид. То пишут друг другу добрые записки. По призыву Святейшего в рождественскую ночь верующие зажигают свечи в окнах своих домов, делясь светом и теплом со всеми вокруг. Самая популярная его инициатива – если в грузинской семье рождается третий ребенок, сам патриарх становится его крестным отцом. Теперь у Святейшего уже больше 14 тысяч крестников. А рождаемость в Грузии взлетела как никогда. У нас двое мальчиков, 15 и 11 лет, и часто мы с Майей обсуждали, было бы хорошо иметь еще точку. Но всегда хотели иметь точку, конечно. Когда такая разница между детьми, в возрасте тоже рисковать неудобно. И вот один раз решили, сказали, что нашим крестным третьим будет патриарх будет. И мы тоже хотели иметь родственников такого человека. И в нашей семье большую роль очень сыграло то, что наш патриарх всех третьих крестит. Это я со всей ответственностью говорю, что хотели очень породниться с патриархом. Вот пошли на такое дело. У нас очень многие друзья начали подражаться нам. И всем хотелось уже иметься в родственниках патриарха. И уже некоторые не могут останавливаться. Патриарх Илья стоит во главе грузинской церкви уже 37 лет. Абсолютный рекорд. И все это время, несмотря ни на что, он не оставляет своего главного служения – пастырства и духовничества. Своими мудрыми советами, правительским даром и умением утешить каждого он заслужил в народе славу старца. Он и есть прозорливый старец. Потому что очень часто он опережает, пока вот ему скажешь, что болит, что беспокоит. Он уже знает как будто бы, что и сам скажет. Такое слово, такое успокоительное, что как бы все отходит и все как бы проходит. Это у него как бы вот пророческое какое-то качество. В Тбилиси, кажется, нет такого человека, который бы ни разу не встречался с патриархом Ильей. У каждого есть история, в которой святейший сыграл свою неизменную спасительную роль. Пока я жива, конечно, у меня этот портрет и здесь будет, и дома у меня портрет. Гулико Чапидзе – наверное, самый известный в Грузии врач. Она руководит лучшей кардиологической клиникой Тбилиси, носящей ее же имя. Гулико каждый день борется за человеческие жизни. А ей самой дает силы жить ее духовник Илья II. После череды трагедий Гулико потеряла двоих сыновей, мужа и внука. Только он смог спасти ее от отчаяния. Я даже покончить хотела с собой, откровенно говоря. И вы знаете, после его разговора я как-то немного пришла в себя. Он мне не дал, я не дал упасть, не дал пасть вообще. Он меня заставил вернуться к работе. Первое, что я ему сказала, наверное, это самый большой грех мой. То, что я врач-кардиолог и занимаюсь почти каждый день реанимацией, реанимирую больных. По-видимому, это мой грех, и я этим наказана. И он тогда так улыбнулся и сказал, ты, говорит, никому жизнь не возвращал. Это все делает Всевышний, просто он работает твоими руками. Так что ты ничего не делаешь, ты исполняешь его указания только. И ты обязана ходить на работу, ты обязана помогать больным, ты обязана работать, ты обязана помогать нуждающимся. Вы знаете, это очень на меня подействовало. Я правда вышла на работу и начала работать. Грузинский актер Кахи Кавсадзе. Когда-то знаменитый на весь Советский Союз Абдулла из «Белого солнца пустыни». И старый портеец Михаил из знаменитого на весь мир «Покаяние». Мы должны обвинить как можно больше людей и назвать их врагами нации. Всех не смогут арестовать. А когда число обвиненных станет астрономическим, задумаются там. Недавно его постигла тяжелая болезнь. И даже несколько операций в Германии не смогли повернуть ее вспять. Перед тем, как вновь отправиться к немецким врачам за окончательным приговором, Кахи Кавсадзе пришел к патриарху Илье за благословением и молитвой. И так он благословил меня и сказал, «Сейчас ты можешь идти на операцию». Я нагнулся, посылал руку «На свидание». Я ушел, и вот так я не забуду. Вот так, рукой. Все будет хорошо. Вот так. Я уходил. Все будет хорошо. И улетел в Германию. Там входят внутрь, понимаете, входят с какими-то лампочками и целая-целая страшная, неприятная ситуация. И так, ахрол, за атаку еще подготовят меня. Сейчас я жду. Пять, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он смотрит, смотрит. Потом привели какого-то другого профессора. Потом говорит, это ваше. Я говорю, ну что, подлежит операции это все. Вы знаете, что у вас ничего там нет? А какой операции идет речь? Никакой операции не может быть. Как, я говорю, как ничего нет? Ничего там нет. Когда вот бывает облучение, облучение, и исчезает что-то. Патриарх облучил добро, или как сказать, я не знаю, и оно исчезло. И, конечно, удивительно, но следить за всеми. За всеми, и в том числе, оказывается, следил за мной тоже. Это было, когда я приехала в Тбилиси. Точно сейчас число, дату вам не назову. Но это было после какой-то победы конкурса. И, конечно, меня позвали, что вот патриарх хочет с тобой встретиться. Он меня благословил, подарил икону. И эта икона все время была со мной в Москве, пока я там жила. А эта икона теперь со мной здесь. И в разговоре, ну, как-то он спросил, как, и что я сказала, что мне было очень трудно, потому что переехать в другую страну, хотя это был Советский Союз, все равно это для меня была другая страна. И он мне сказал, а всю жизнь такая. Мы всю жизнь страдаем, всю жизнь мучаемся, но ради чего-то мы это делаем. Так что, раз тебе Бог дал талант такой, то терпи и служи своему делу. Не только известные и талантливые, но и отверженные и обездоленные, бездомные и заключенные, все попадают под покровительство патриарха Ильи. Вот при патриархии, например, живут люди, у которых нету домов. Они потеряли свою кровь, оказались на улице. И несколько таких человек, святейшие, они пришли просто в патриархию, сказали, вот, нам помогите, и святейший принял их в патриархию. Они там живут годами уже. Он многих людей спас от тюрьмы, спас в тюрьмах, потому что он приходил к ним, посещал тех, кто в тюрьме. У меня отняли бизнес, и я оказался в тюрьме в страшных условиях. И однажды патриарх приехал навестить нас. В камере всем раздал подарки, а мне подарил четкие. Я стал молиться Иисусу, и дни стали проходить быстрее. Я провел в тюрьме два года, но ни одного дня не прожил без надежды и в унынии. Когда меня освободили, я пришел к патриарху и вернул четки. Он взял их в руки, улыбнулся и отдал их мне обратно. Католикос-патриарх Илья для грузинской церкви больше, чем патриарх. Он еще и иконописец, и композитор. Перед иконами его кисти молятся прихожане того самого величественного храма Святой Троицы Самеба. А на литургии звучат написанные им песнопения. И как-то его я спросила, у вас специального образования музыкального нет. «Как вы можете писать музыку?» Он так, знаете, очень спокойно. «Очень просто. Я слышу музыку и пишу. Вот ты прислушайся, и ты услышишь, и ты напишешь». Но я засмелась и говорю, «Конечно, я никогда не сумею этого написать». Как-то мы были в Германии вместе, и по приезду на второй день он попросил взять его в магазин, где он хотел купить все принадлежности и хотел рисовать. И мы пришли обратно в гостиницу. Но не прошло минут 20-30, пока как-то привели себя в порядок. Я к нему захожу, у него уже мольберт, и он рисует. И у него уже нарисовано. Я так поразилась. Во-первых, не успел зайти, значит, он снял и тут же начал. Я ему говорю, «Ну как вы можете вот так рисовать?» И он мне говорит, «Очень просто. Возьми карандаш, и ты сумеешь нарисовать». С таким патриархом люди искусства всегда говорили на одном языке. Когда до этого был у меня концерт, ну, три или четыре года тому назад, я пошла к нему, он, чтобы благословил меня. Он сидит. Мне сказали, у меня было когда-то, я еще выступала, красное, очень красивое платье. Мне говорят, «Какое платье ты оденешь? Красное?» Я сказала, «Нет, от этого платья». Знаешь, я придумала, на этом платье надо белый шарь. Придумала, чтобы я надела. Я сказала, «Нет, у меня красное платье уже». О, очень, говорит, жаль. Он очень человечный. Мы-то его возносим в небо, он так и есть. Но он оттуда спускается и приравняется нашему этому. Своему любимому патриарху на 82-й день рождения знаменитая Наня Бригвадзе приготовила в подарок концерт. У меня большой концерт, посвящение его дню рождения. И там я, моя Катерина и Наталья, дочь и внучка, поем его молитву. «Ави Марио». Это такая песня, такая молитва. Просто когда я пою, вот здесь что-то все время идет у меня комок в горле. Потрясающая песня, а песня пения – это неповторимая. Просто можно с ума сойти. День рождения патриарха Ильи – 4 января, за несколько дней до Рождества Христова. И грузины отмечают его как еще один неофициальный национальный праздник. В этот день любой может прийти поздравить своего патриарха. И, разумеется, каждый раз камененнику выстраивается многочасовая очередь. Чествует не просто предстоятеля церкви или самого популярного общественного деятеля страны. Для жителей Грузии патриарх будто один из самых близких родственников, глава большой и дружной семьи. Ведь он и в самом деле стал для своего народа библейским патриархом – отцом всех грузин. День рождения патриарха и дружной семьи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова